Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен чёткий мотоцикл «АвтоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. А сегодня мы вам расскажем о древнем и очень живучем двигателе. Итак, встречаем Nissan SD33. Перед вами настоящее ископаемое. Этот мотор компания Nissan начала выпускать в 1976 году, а закончила в 1989. Объем 3,2 литра, чугунный блок и ГБЦ. Шестеренчатый привод единственного распредвала. Форкамерный впрыск на основе огромного рядного ТНВД. Весь этот монстр весит 350 килограмм, а выдает всего лишь 82 лошадиных силы. Это атмосферная версия и 105 лошадиных сил турбированная. Больше всего этот двигатель нам известен по внедорожнику Nissan Patrol серии MQ, то есть он же 160. Также его устанавливали на легкий грузовичок Nissan C80, а также этот мотор закупали в США и устанавливали на малоизвестный нам Jeep CJ10, а также его устанавливали на внедорожник International Scout от производителя грузовиков. У этого двигателя немало поклонников, которые по совместительству являются поклонниками Nissan Patrol. Все они твердят о неубиваемости этого мотора. Еще этот двигатель очень надежен, простой в обслуживании и в разборке. Вообще в 21 веке эти двигатели ушатывали. Они не только давали клина, но и лишались хона, изнашивали цилиндры и давали трещины по ГБЦ. Все из-за того, что отсутствует минимальное обслуживание. Ну, конечно, возраст дает свое. Мы не называем в наших разборах надежные моторы, либо ненадежные. В общем, как вы мотор обслуживаете, так он и будет работать. А теперь начнем перечислять немногочисленные проблемы этого мотора. Например, датчик давления маслом может выйти из строя, загорится красная масленка. Дело в том, что провода обрываются на входе в корпус. Но плохая новость в том, что таких датчиков практически на сегодняшний день продажи нет. Ну, а сегодня этот огромный мотор нам поможет разобрать наш могучий Артур. Встречаем, и мы начинаем нашу разборочку. Форсунки этой топливной системы впрыскивают топливо в ГБЦ, то есть форкамеры. Давление впрыска низкое, начиная со 105 бар. То есть это просто инжекторы, которые плунжеры продавливают топливо. С годами эксплуатации в них изнашиваются распылители. Соответственно, топливо хуже смешивается, не сгорает и превращается в сажу. Черный дым из выхлопной трубы говорит о том, что с распылителями проблема, либо же воздуха маловато. В основе топливной системы этого двигателя вот такой массивный ТНВД с игривым названием дизелькики. Вообще, этот топливный насос разработан компанией Bosch серия ВИ и выпускался в Японии. Он очень надежный и способен сжать любую жидкость, которая попадает в бак. Но стоит остерегаться заправкой дизельного топлива с водой. В основе насоса шесть плунжеров. Каждый обслуживает свой цилиндр. Никаких датчиков нету. Сам насос имеет либо механическое, либо вакуумное управление. Оснащен всережимным регулятором, который гибко подстраивается по цикловую подачу. Со временем в этом насосе изнашиваются плунжеры. То есть он ремонтируется с заменой изношенных компонентов, а потом настраивает. Обратите внимание, как раньше делали двигатели. Посмотрите, насколько массивен этот пуск. Он же просто вечный. Обратим внимание, что гидрокомпенсаторов при воде клапанов нет. И тепловые зазоры регулируются по-японски очень легко с помощью отвертки и гаечного ключа. Номинальные тепловые зазоры 0,35 мм. Длинная чугунная ГБЦ с одним распредвалом создана на века. Но ее размер – это ее же слабость. Дело в том, что многие владельцы перегревали этот мотор, и ГБЦ трескалась. Трескалась по слабым местам, а именно вдоль гнезд форсунок и между клапанами. Вот как в нашем случае. Материал прокладки ГБЦ не способен служить десятилетиями, поэтому ее пробой с пузырением в системе охлаждения и с антифризом в масле все-таки случается. Но это случается только при очень больших пробегах. Гильзы цилиндров двигателя SD33 можно выпрессовать и запрессовать новые. Гильзы до сих пор продаются. Оригинал – 190 долларов. Хороший заменитель в три раза дешевле. Гильзы оснащены буртиком, поэтому просто прижимаются головкой блока. По мере износа гильз происходит износ поршневых колец. И это, как ни странно, проявляется в масложоре. Если говорить о состоянии цилиндров, мотору за тридцатку на минуточку 37 лет здесь очень слабенький фон и видны побежалости на стенках цилиндров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигатель SD33 оснащался легкосплавными поршнями, которые имеют характерный форкамерный отпечаток на донышке. Отметим, что грузовые версии этого мотора имеют тяжеленные поршни с пятью поршневыми кольцами. То есть здесь три. А в тех три компрессионных и два маслосъемных. Причем одно маслосъемное ниже поршневого пальца. А это возможно благодаря очень длинной юбке. Диаметр поршней одинаковый по 83 метра. Ну а теперь по состоянию. Как вы понимаете, мотору 37 лет и скорее всего его капиталили и меняли вкладыши. Поэтому шатунные вкладыши в хорошем состоянии. Коренные вкладыши немного потертые и есть борозды. Ну а коленвал визуально неплох. Обратите внимание, насколько все массивное. Вот такие моторы делали в 70-х, 80-х и 90-х. Те, кто внимательно смотрел нашу разборку, наверняка задались вопросом, а где же распредвал? А вот он! Спрятан в блоке цилиндров. Ну что, разборка закончена. И вот такие вот надежные, могучие, простые в обслуживании и разборе моторы. Раньше были, сейчас уже таких нет. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, поделитесь этим видео в соцсетях и напишите комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда был, если будет компания «АвтоСтронг-М». Субтитры создавал DimaTorzok